Здравствуйте, друзья! С вами Вэр Командер и наша тематика на повестке дня прокачка Титана Ауминг. Сначала мы его купим, это обойдется нам 700 платины. Давайте посмотрим сейчас, во сколько обойдется поэтапно прокачка корпуса, ядра и двигателя. Заодно посмотрим максимальные характеристики Титана и его фулл топ по уровням. Ну, по уровням уже понятно, да? Он будет в максимальной прокачке 150 уровней. Итак, друзья, прокачиваем корпус. Что видно в прокачке, да? Сам корпус состоит из двух этапов, это очки защиты и прочность. Эти ячейки прокачиваются по очереди через уровень. Шаг прокачки по платини плюс 2 единицы, каждая прокачка. В прочности добавляется по 7500 и очки защиты добавляются по плюс 2. Очки защиты это у нас, как я понимаю, сопротивление урона. Но работает оно, когда Титан находится в пассивном режиме на земле. Итак, мы прокачали корпус. Это обошлось нам 3428 единиц платины. Максимальная прочность Титана на данный момент по выходу обновы 5.6, да? Прочность его составляет 536 тысяч хп. Плюс сопротивление урона на земле 50. А нет, неправильно я говорю, друзья. 50 это у него значит вообще защита на земле у него сейчас растет. И это связано с прокачкой ядра. Плюс ядро дает интересный параметр, который тоже, да, по очереди, по шагу прокачивается. Здесь одно очко дается на земле и одно, 1% дается дополнительный урон, да, спецумение какое-то получается у нас. Интересно, дополнительный урон работает в воздухе или на земле? Я думаю, что работает везде. Итак, прокачиваем ядро. Смотрим на максимальный параметр. Ядра полная прокачка. Ядра в итоге нам обходится в 3428 единиц платины. Значит, каждый сектор качается одинаково по стоимости платины. Максимальная защита на земле составила 75%. Это имеет смысл, когда подранен. А у Минк немедленно приземляться и лечиться. Дополнительный урон 25%. То есть, по сути дела, полностью прокаченное ядро делает пушки в МК-2. Плюс 25% урона, да, это уже МК-2. Так, изучаем двигатель теперь, друзья. Максимальная скорость Титана, немножко я забегу вперед, составит 43 км в час. И ремонт способностью максимальный будет 10 080 единиц ХП. Не так много на самом деле, поэтому эту лечилку надо рассчитывать. Двигатель прокачки составляет 3428 единиц платины. А это значит, что полная прокачка АУМИНГ 10 284 и 10 984 вместе с покупкой, потому что Титан стоит 700 единиц. Платина. Давайте сходу окунемся в жаркий бой на каньоне Смертельная битва. Использовать я буду стареньких инвайдеров на старых пушках достаточно до того, как появились лечи. Единственное, что стоят пилоты. Умелка вся поставлена на активный модуль на лечилку. То есть, она быстрее перезаряжается и мгновенно перезаряжается лечилка у меня по достижению определенного количества ХП. На урон эти мехи у меня не поставлены. Давайте посмотрим, что здесь делают инвайдеры и как быстро они смогут вывести мне Титана на поле боя. Старые, добрые, мощные, четырехногие терминаторы инвайдеры. Обожаю этого меха. Далеко высоко прыгает. Неплохие скоростные характеристики. И огромное количество ХП позволяет выдерживать достаточно массированный обстрел и достаточно мощный урон. Примерно 30% наполнил шкалу вывода Титана одним инвайдером. Но я очень рискую. Лезу на пропалую. Лезу на рожон. Но я показываю максимальные возможности штурмовых роботов-инвайдеров. Именно в штурмовом бою, несмотря на то, что это смертельная битва, в целом на каньоне и на больших картах на инвайдерах достаточно сложно воевать. Все-таки, как роботы-пауки, они лучше для замкнутых пространств, где можно нанести удар, отойти, подлечиться. Так скажем, набраться сил для следующего рывка удара. Итак, друзья, второй инвайдер у меня еще не погиб. Уже снес достаточно приличное количество со стороны красной команды. Шкала заполнена на вывод Титана Ауминго более чем наполовину. Еще серьезно успеваем повредить вражеского ареса до ластэнда. Так, выводим третьего инвайдера. Счет у нас 8-6, как я понимаю, в смертельных битвах. Максимальный счет уничтоженной команды противника. Если все успеют заполнить шкалу на Титана и выведут каждый своего Титана, будет 36. Я думаю, что все это серьезно повлияет на уроны. Так, кто-то уже успел вывести Титана. Вот это просто невероятно. Наиболее быстрый вывод Титана позволяет сделать килы. То есть, этот игрок уже сделал много килов. Пока у всех Титана не прокачаны, и посмотрите, как легко они бьются. И своей способностью он мне даже никакого толком урона еще нанести не может. Прокачка Титана Кида тоже скоро выйдет на канале. Также и прокачка всех пушек, друзья. Посмотрите, сколько инвайдеры тела здесь навалили. Достаточно серьезной проблемой остается на поле боя. Фалькон. Традиционалист, в особенности 12 МК-2. Полная мощь. Итак, заполнена шкала. Полностью у меня могу выводить своего Титана. Счет 13-8. Достаточно жаркая битва. Еще было замечено, что в обновлении 5-6 уменьшена выдача серебра. По моим подсчетам, примерно на 15-20% по отношению к прошлым обновлениям. Хозяйничает уже инвайдер на резку противника. Посмотрим, как своих мехов будут выводить сейчас ребята с красной команды. Инвайды по-прежнему топовые, на самом деле, крутой штурмовой робот. И я рад, что ребята стали выводить их на поля сражений. А то первое время, когда появились личи, их зачем-то все убрали. Итак, пришла пора вывести, друзья, Ауминго. Давайте посмотрим мощь уже фулл-топ прокачанных пушек. Раптор и царь пушек. Успел нажать. 600 тысяч хп 320, да? 600 тысяч 320. Это вместе с бустерами на хп-шку. Очень большой сплэш царь пушек я наблюдаю. Так же, как и Раптор. Это сверхтяжелый Тулумбас получается у нас на средний слот Ауминго. Молодец, успел нажать. А еще, друзья, не стоит забывать, что разработчики, думаю, пустят... В разработке сейчас идет модули. Пассивные модули на Титанов. Как они будут сказываться, пока непонятно. Вот сейчас мне нужно было приземляться. Я совершаю ошибку, я еще изучаю, как работают Титаны. Будем, друзья, изучать вместе. Будем проводить много тестов. И в целом будем понимать, как работают Титаны. Немножко подлечились. Мне нужно было уйти на Землю. Причем улететь за препятствия. Там спокойно вылечиться. Я не успеваю этого сделать. Концентрированный огонь вражеских Титанов достаточно быстро меня, на самом деле, сносит. Это была фулл топ прокачка Титана Ауминго. Если аккуратно на Ауминго, а на нем нужно играть именно аккуратно, то он сможет очень серьезных бед натворить на поле боя. А пока Титаны не прокачаны, они лопаются достаточно быстро и очень красиво взрываются. Геймплей, конечно, потрясающий. Бои получили достаточно интересную динамику с Титанами. Прям напоминает уже вселенную Роботэль, да? По общим действиям боев. Молодец, уходит по пасс-шифту. Счет 25-17. До конца боя у нас осталось 3 минуты. Минусуем этого дракона. Минусуем сразу следующего дракона. Инвайдеры – это суровые штурмовые мехи. И наиболее оптимальные по серьезному урону, да, в первые 10 секунд атаки – это шторм и два хала. Наиболее оптимальное на него вооружение. Я пробовал все абсолютно на инвайдеров, и на них есть обзоры на всевозможные сборки на канале. И это самая-самая штурмовая сборка. Можно поставить корону, но я предпочитаю шторм. Эффективность вы видите сами на лицо. В текущем положении титаны пока всерьез не повлияют на тяжелые клановые бои, да, фулл-топ прокачанных кланов в максимальной лиге чемпионов. Но они серьезно увеличат урон всех ребят в команде. Посмотрите, как быстро погибают непрокачанные титаны. Просто в момент особо ничего сделать не могут. Он стрелял со всех стволов по мне, да, вражеский титан, но особого ущерба не нанес. Я уже представляю, что будет достаточно неплохой урон в этом бою. Полторы минуты до конца боя. Остается последний инвайдер на карте. 35 мехов мы уничтожили. Это значит, что один из игроков еще не успел вывести своего титана. Не успел заполнить шкалу, потерял всех роботов. Это еще раз подтверждает, что нужно мехов беречь и стараться все-таки шкалу титанов заполнить. Но титана нужно выводить в нужный момент времени, не нужно выводить его сразу. Вот я поторопился вывести своего титана. Надо было вывести его немножко попозже. 5 миллионов 700 тысяч урон у нас составил в том бою. Ну и по серии тоже можете посмотреть. За аналогичные бои раньше когда-то давалось 2 миллиона серы в среднем. Да, за 5 миллионов с копейками. Все вот эти прокачки, которые вы видите на канале, будущие заставки, будущих обзоров по прокачке всех типов вооружения и всех роботов титанов, все это выйдет в ближайшее время на канале. Также ожидайте интересные, достаточно емкие конкурсы на канале. Поэтому подписывайтесь, не пропускайте новые сюжеты, подписывайтесь на группы ВКонтакте и Фейсбуке. А с вами был Вэр Командер, желаю всем отличного настроения и мы с вами увидимся в новых обзорах, в новых фильмах.